И всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу, как пополнить баланс на бирже Gate.io, как пополнять там криптой, рублями, какие есть способы, и сколько примерно это занимает времени, и как настроить смс-оповещение на бирже Gate.io. Так, с определением подпишитесь на мой телеграм-канал. Ну, во-первых, сейчас ютуб могут заблокировать, как бы это странно ни звучало. И второе, в телеграме там много всякой информации, которую нет на ютубе. Например, там я выкладываю то, в чем я сам участвую, что мне кажется интересным. Также там говорю, когда что покупаю, когда продаю, какие-то интересные темы, там в аирдропах участвую. В общем, очень много всего интересного. Приходите и подписывайтесь. Так, теперь идем же к самому главному. Прежде чем торговать криптовалютой на Gate, вам необходимо ввести фиат или криптовалюту на свой аккаунт. Существует несколько способов сделать это. Некоторые из них могут занимать достаточно много времени, поэтому здесь понадобится терпение. И еще раз напомню, выводить без KYC можно, но если вы не прошли KYC, то у вас могут запросить его пройти. Так что лучше пройдите KYC сразу. Я думаю, примерно так. Для начала зарегистрируемся на Бирж ГТН, если вы еще не зарегистрированы. Также ссылка будет в описании, по которой вы сможете зарегистрироваться и получить вечную максимальную скидку на торговой комиссии 20%. Далее мы переходим в профиль во вкладке верификации, добавляем свой номер и пишем свое имя и фамилию. Что если не приходит смс? Для начала проверьте, добавляли ли вы номер. Если добавляли, то переходим в свой профиль, выбираем вкладку KYC Security. Там видим настройку двухэтапной верификации и ставим галочку рядом с смс. Если до сих пор не помогло, обратитесь в техподдержку. На всякий случай проверьте, правильно ли вы записали телефон. И дали у вас симка, ну мало ли что. Далее мы сможем перейти во вкладку способа оплаты. Там поставим галочку справа от надписи привязать банковскую карту. Если мы хотим пополнить баланс через нее. Ну или через иные коммерческие организации, такие как PayPal, Kiwi, ну и тому подобное. Так, с пополнением фиата мы разобрались, а как же пополнить криптой? Для этого нам нужно найти сверху кошелек и выберем всплывающую вкладку депозит. А, кстати, после того, как я скажу как пополнить, я скажу как я пополняю я и как это делать максимально выгодно и быстро. Так, вот мы перешли во вкладку кошелек. Перед нами предстала вкладка депозит, мы на нее нажали. И мы можем выбрать криптовалюту, скопировать адрес, в общем выбрать сеть. И выбрать куда мы отправим и что. И обратите внимание на минимальную сумму депозита. Если будет меньше, то просто депозит не зачислится. Теперь как же закидывать, в общем-то, криптовалюту на счет? Вообще на гейтайо огромное количество криптовалют, там у них у всех разные адреса, блокчейны, это все понятно. Как я делаю? Я просто выбираю. Если я как бы перекидываю туда-сюда USDT, ну в общем деньги, которые просто у меня были в долларах, то я USDT перевожу в TRX и вообще там плачу что ли 5 рублей за перевод. В общем, вообще идеально. А если, к примеру, я хочу вывести биткоины, эфириумы куда-то на кошелек, то я уже тогда вывожу в сети биткоины, эфириумы. Да, плачу чуть больше комиссий, чем за TRX, но зато я вывожу биткоин, эфириум в этой сети. То есть тут вы можете как вводить, так и выводить то, что вам нужно именно в данный момент. То есть если у вас сейчас есть биткоины, к примеру, на другой бирже, вам выгоднее будет обменять биткоины на TRX, лучше закинуть на гейтайо в TRX, ну примерно так. И также, как я сказал, TRX, к примеру, довольно быстро приходит, там чуть ли не в течение 10 минут, а даже меньше. Например, биткоин можно ждать на минут 30, и то, если там сеть нагружена, то еще и дольше. То есть выбираете монеты, ну, в соответствии с той скоростью, которую вы хотите закинуть, и в соответствии, зачем, нужно ли это вам. То есть если вам нужна скорость, то тогда и TRX можно перекинуть. Но также и не паникуйте, если там через 30 минут не пришло. Ну стоит подождать чуть больше, и если уже там, ну, час не пришло, то да, может быть, стоит написать техническую поддержку. Или спросить в чате гейтайо, кстати, тоже ссылочка будет в описании. Так что примерно так. И чуть не забыл, если вдруг вы выберете не тот адрес, ну, скажем, скопируете что-то не так, то есть адрес не биткоина, а какого-нибудь там датчкоина, то вам не придут биткоины, как бы это странно не звучало. Точнее, потому что вы ввели неправильный адрес. Если вы ввели неправильный адрес, то средства вам не придут, поэтому тут стоит все перепроверять несколько раз, потому что можно ошибиться и потерять все средства. Некоторые вообще переводят сначала маленькую сумму, потом, если она пришла, то переводят большую сумму. Я лично просто несколько раз перепроверяю, правильный ли адрес, и все. Такс, такс, такс. Также мы можем купить криптовалюту за фиат, нажать на кнопку «Купить криптовалюту». Сверху, рядом с логотипом гейт, здесь мы можем купить криптокредиткой, банковской картой. В общем, просто нажимаем, вбиваем, через какой платежный сервис купим, на какую сумму, видим нашу комиссию, ну, если все устраивает, то покупаем. А если у вас будут какие-то вопросы, то задавайте. А на этом все, спасибо за просмотр. В общем, пишите свое мнение, конструктивную критику в комментариях, ходите в мой телеграм-канал. Конечно, попытаюсь исправить то, что вы покритикуете меня, но ничего не могу обещать. Удачи!